Меня зовут Камиль Чалаев, Камиль Ширваниевич, если хотите. Мы находимся в городе Иерусалим и находимся на севере Иерусалима в центре, который называется Дер-Дави. Мы занимаемся звукотерапией. Я конкретно лично занимаюсь звукотерапией. Центр этот, насколько я понимаю, по всем действиям, которые уже годами производятся Давидом и Иосифой, он занят лечением, реализациями лечения и всем, что связано с тем, что можно сделать с диагнозом аутизма. Поскольку диагноз этот, репутация у него неизвечима, то эти люди пытаются сделать чудо, и я как бы стараюсь в этом участвовать. Поэтому Давид меня пригласил, потому что у меня разработана такая давно уже методика работы по прямой акустические ателье звуковые. Вот я как бы привез какую-то часть своего инструментария и пытаюсь это здесь поплатить. Сегодня о результатах второй день говорить очень трудно, и вообще процесс в основном идет. Вот для меня процесс важнее результата, потому что это проблема времени. Вот эти, да, извините, это потому что у меня эти камертоны, они мне мешают в кармане. Да, вот видите, кстати, вопрос. Вот это вот то, что у меня в кармане звучит, это камертоны. Вот я занимаюсь тем, что мы, значит, даем разного вида обработку звука, синуса звука, то есть как бы генератора звука, настоящих, реальных, не электромагнетических колебаний, как у нас принято это сделать в колонках, в разных, знаете, когда звук передается и через магнит как бы динамиком таким образом трансформируется. Вот это некий описательный процесс звука, его воспроизведение. А у нас как бы мы работаем с реальными, настоящими звуками. Вот, например, мы работаем на длине волны, например, 440 и 442 герца, два камертона, а между ними два герца разницы. Значит, когда мы слышим, волна прилет. Это уже утонченная такая работа, потому что пока, к сожалению, пока мы пытаемся собрать воедино как бы некое хаотическое состояние, потому что все дети разные, все совершенно в разных временных пространствах. Кто-то только что приехал, с кем кто-то знает уже, кто-то зашел, кто-то уже привык, кто-то из детей заметил, что ему больше всего нравится и возвращается к этим объектам. То есть это как бы жестовая терапия, на самом деле. И изначально предложение происходит от изобилия. У них есть выбор между не бесконечным количеством вещей, но очень большим количеством. Когда начинается индивидуально к каждому отдельный подход, но это часто приходится делать так случайно, как будто подошел ребенок, его хватаешь и с ним делаешь. Потому что я не объявляю часов выбора, понимаете. В смысле у меня нету часов приема. Я посторонник свободной, так сказать, деятельности. Но если это возможности, то потом я даю слушать там 415 и 418, например, 3 герца разница, уже другая волна. Если дети более внимательные, я их стараюсь просить, значит, закрывать глаза, чтобы звук слышать, а не видеть. Потому что многие действуют с окружающей средой, а реально со звуками надо действовать более вслепую. Вот, например, я привез, опять же, здесь, например, два камертона, между которыми один герц разница, это венские 443-444. Это надо бы показать на примере, но невозможно. Но как резонатор или как отдельный вообще разговор, я использую старинный, ему два века уже, так называемый, сонометр, это по-французски называется, это звукометр, если так перевести по-русски. Он происходит от монохорда Пифагора, который, как известно, в пятом веке до нашей эры, в шестом, в пятом, первый посчитал пропорции в музыкальном, в музыке пропорции. Потому что музыка устроена пропорционально, она устроена как вселенная. И, значит, вопрос в том, что я в свое время заметил, что дети, у которых нарушены какие-то взаимоотношения внутри пропорциональные, то есть взаимоотношения между двумя полушариями мозга или какие-то движения от центра к периферии и от периферии к центру, и центробежные, и центрофуженные, и центропед, как известно, центростремительные, да. Вот, они чувствительны к восприятию именно вот этих вот консонансов, то есть правильных пропорций и интервальных. Они их, во-первых, успокаивают, во-вторых, как бы возвращают к такому прямому состоянию, более ровному. И из этого, исходя, я начал разрабатывать теорию вот этих простых чисел и простых интервалов. Это не музыка как таковая. На самом деле, музыку можно померить алгеброй, как говорил Пушкин, нельзя. А я считаю, что можно, потому что все, что существует в мире, есть вещи счислимые и измеримые. А потом, ну, конечно, мы создаем нечто неизмеримое и неисчислимое, потому что это хаотическое пространство, но хаос – это то, из чего складывается порядок, так что вполне нормально. Вот, мы занимаемся сложением порядка из хаоса. Как понимаю, работают Давид с языкой достаточно давно, а центр этот существует, он только-только открылся. Я очень надеюсь, потому что я теперь являюсь его постоянным сотрудником, то есть у нас договорено, что я буду приезжать, как только я свободен от моих парижских занятий, примерно тем же самым, вот, но немножко в другой рамке, в рамке, и буду приезжать, продолжать здесь работать периодически, и выстраивать инструментарий, которые, может, будут более монументальные со временем, то есть какие-то крупные инструменты. Вот музыка, она может находиться на том самом месте, где она будет… вот в этом ее лечебная суть. Она находится, по аналогии, она может идти и в макро, и в микрокосмосе любыми пропорциями управлять, понимаете? Наномир, вот это, как бы, инфинитиземаль, и также вот гигантские пространства. Это одно и то же. Просто она на своем уровне, она делает то же самое, что делает наука бесконечно великих чисел и бесконечно малых, поэтому она, в общем, есть излечительная суть. Редактор субтитров А.Семкин